Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну, как такое может не нравиться? Какая игра? Какие актеры? А смысл? Смысл-то какой? Товарищ! Товарищ! Просыпаемся! Продолжение следует... Ради, надо сказать, что и разносить их было некому. Когда посетитель кинотеатра Давид Шейнер обнаружил тело, в зале почти не осталось зрителей. Люди разошлись еще до окончания фильма. Начало непростое. Нет свидетелей, нет подозреваемых. До прибытия следователя на месте преступления уже работали оперативник Макар Панов, криминалист Сергей Станков и судмедэксперт Игорь Серафимович Луценко. Что у нас тут, ребята? Остросюжетный детектив? Да, неудачно паренек в кино сходил. Что могу сказать? Орудия убийства нет. Но жертва задушена ремнем шириной 4 сантиметра. А это что? Пожалуй, видимо, купил новое лезвие и ставил бритву. В травме не меньше трех часов. Личные вещи осматривали? Да, и кое-что нашли. Думаю, вам понравится. Полюбуйтесь. Однако, борзый парень валюту в кармане носить. Есть что-то еще? Да. Также при погибшем обнаружили медицинскую справку. В ней говорилось, что Мурзинов С.И. 1962 года рождения находится на амбулаторном лечении фолликулярной ангины. Что скажешь, Сережа? Добрый день. Почему вы не на работе? Этот вопрос советский человек мог услышать даже в парикмахерской или общественной бане. Период с ноября 1982 по февраль 1984 года, время правления Юрия Андропова, граждане СССР запомнили в связи с тотальной борьбой против прогульщиков и бездельников. Отлов лентяев производился повсеместно. Наряды милиции проверяли скверы, магазины и кинотеатры. Списки нарушителей передавали руководству предприятий. За праздное времяпрепровождение могли лишить премии или уменьшить отпуск. А главное – подвинуть из очереди на жилплощадь или даже снять. В нескольких метрах от тела обнаружили стальной карабин. Универсальная вещь. Такое вполне мог обронить кто-то из зрителей или работников кинотеатра. Будем разбираться. Игорь Серафимович, жду вашего заключения после подробной экспертизы. До вечера будет готов. Подождите, Игорь Серафимович. Еще отсюда. Следующие два часа следователь Арапов провел в кинозале, опрашивая немногочисленных свидетелей. Выяснилось, что Давид Шейнер, человек, который обнаружил тело, еще в середине сеанса обратил внимание на шумного зрителя. В разгар сеанса я услышал звук, похожий на падение предмета. Далее шорох, возня, я обернулся. Тут все затихло. Но я точно уверен, что к этому товарищу во время сеанса кто-то сзади подсаживался. Обернувшись, Давид Шейнер увидел за спиной Мурзинова силуэт лысоватого, широкоплечего мужчины. Скажите, а где вы находились во время сеанса? Ну, сначала проверила билеты, потом закрыла двери. Ну, и отлучилась ненадолго, на полчасика. Но в три уже вернулась. И я точно знаю, что никакого мужчины постороннего не могло быть в зале. Мальчишка был этот вот с фифой в белой шапке. Зайцева ее фамилия. Откуда фамилию знаете? Знакомая ваша? Не имею чести, но фамилию запомнила. Минут через десять после начала сеанса, я уже на посту была, пришла милиция. А в котором часу начался сеанс? 14.05. Либо снабженцем быть. Вы, мы не волшебники. В 14.15 сеанс прерывали. Милиционеры попросили приготовить документы и объяснить, по какой причине совершеннолетние зрители не находятся по месту учебы или работы. Сергей, Мурзинов, пожалуйста. А вас, гражданочка? Светлана Зайцева. Так что ищите Зайцеву, бездельница эдакая. А вы говорите, отлучались. Значит, видеть, когда Зайцева покинул этот зал, не могли. Кстати, а где находится киномеханика? А что, у себя его нету? Ну, значит, где-то ходят по кинотеатру. Оперативники хотели уточнить, когда именно ушла спутница Мурзинова. Выяснилось, что ее видела гардеробщица Ольга Ипатова. Да она сразу после проверки ушла. Милиция вышла. Через пару минут она. Ее еще отец там ждал. Папа? И что ты тут делаешь? Почему не в институте? Между отцом и дочерью произошел конфликт. По какой причине, гардеробщице расслышать не удалось. Уже через минуту отец Зайцевый ворвался в холл кинотеатра. С мозгем правду. Ну, папа! Ну, пожалуйста, ну, папа! Где он? Ну, пап, ну, не трогай его. Ну, поехали домой. В зал он не заходил. Но из кинотеатра они вышли вместе. А вы, простите, кто? Савостин. Андрей Савостин, киномеханик. Может быть, вы что-то видели, товарищ киномеханик? Все-таки окошко-то в зал. Да как-то вы знаете, ничего такого особенного не заметил. Вроде казалось бы, в двух шагах от случившегося. Да и аппаратура так гудит, из зала ничего не слышно. Это подробное заключение судмедэксперта. Получив его, следователь усомнился, а верно ли установили личность погибшего. В этой справке, найденной в кармане жертвы, указано, что некто Мурзинов С.И. страдает ангиной. Однако у потерпевшего не было никаких признаков, указанной болезнью. Кроме того, Мурзинов С.И. числился дворником при доме быта. Это никак не вязалось с импортной одеждой потерпевшего и долларами, обнаруженными при нем. Чтобы установить личность убитого, следователь решил разыскать спутницу молодого человека, которая была с ним во время сеанса, а посреди фильма выбежала из зала. Есть информация по спутнице убитого? Есть. Вот. Даже докладную оформили для отправки в ВУЗ. Зайцева Светлана Николаевна, 64-й год рождения. Одесский государственный пединститут имени Ушинского. Филологический факультет. Учитель английского и немецкого языка. У меня, кстати, жена тоже индивидуально закончила. Давай, Макар, без лирических отступлений. Дуй в общежитие. Судя по времени, занятия уже закончились. Хорошо. На проходной общежитии оперативника встретила вахтер Лидия Денисовна Кац. Добрый день. Добрый день. Старший лейтенант милиции Панов. Очень приятно. Скажите, Светлана Зайцева здесь живет? Знаете такую? Знаем. Чего же не знать? Она тут живет. А в какой комнате? Мне с ней поговорить нужно. В 302-й комнате. Она живет вместе с Нелли. Скажите, а что вообще за девушка эта, Зайцева? Женщина рассказала, Светлана часто нарушает правила общежития. Приходит за полночь, а иногда вообще под утро. Приходит тогда, когда я уже закрываю двери. Пускай, конечно, хоть и не положено, но не будет же она на улице ночевать. Только разговор у вас сегодня не получится. Ее отец еще разобрал. Интересно. Сама удивилась. Вахтершу удивило, что посреди учебной недели Светлану забирает отец. Веточка, ты куда? Семейные дела, сами разберемся. Лучше смотрите за девочками, да с родителями общайтесь. А то... Пошли давай! Как отрезал. Он мужик строгий, с характером. У таких обычно дети непослушные получаются. Скажите, а соседка Светлана у себя? Да, в комнате. Она как раз перед вашим приходом из института вернулась. Отлично, не возражаетесь? Ну, пожалуйста, я могу вас и провести. Значит, вы говорите, что Светлана отца не ждала? Нет, точно не ждала и домой не собиралась ехать. Откуда знаете? Соседка Светлана Нелли Трембач рассказала, что стала свидетельницей ссоры девушки с отцом. Вот, а тогда последнюю пару нас отменили. Я пришла пораньше. Мне подружка химию сделала. Потом такой шум, мы даже испугались. Так, засекаем время. Ждешь 40 минут. И потом идешь смывать. Как до такого можно было докатиться? Дома теперь будешь жить. Под моим присмотром. Собирай вещи. Собирай давай. Приеду за тобой через полчаса. Умойся, пожалуйста. Пап, ты куда? Мозги нужно кое-кому вправить. Но он не виноват. Что у них случилось, я не знаю. Мы со Светой особо не общались. Потом пришел папа. Злой как черт. Даже грозился выпороть ее. Даже так? Даже так. И сказал, выпорол бы тебя, но ремня нет. А в котором часу отец Зайцевый уехал? Вспомнить можете? Я тогда очень боялась передержать химию. И посмотрела на часы. Было где-то без 15.3. Какая вы внимательная, Нелли. И последнее. Опишите, пожалуйста, отца Зайцевой. Особые приметы? Рост? Особых примет таких нет. Мужчина как мужчина. Лет 50. Статный. Военная выправка. Да, и сяда говорила, что у нее папа бывший военный. Напомню, что один из зрителей видел, как во время сеанса позади убитого сел мужчина. По описанию, похожий на отца Светланы. Билетер ушла в кулинарию в 14.30. Оставив кинозал без присмотра на полчаса. Именно в это время произошло убийство. Зайцев уехал из общежития в 14.45. Он был за что-то зол на приятеля Светланы. Все эти факты указывали на то, что разгневанный отец мог убить юношу и, как ни в чем не бывало, вернуться за дочерью в общежитие. Оперативнику Панову предстояло встретиться с офицером в отставке Николаем Дмитриевичем Зайцевым и выяснить, где он был во время убийства. Семья Зайцевых жила в 30 километрах от Одессы, в Ильичевске. Приход милиционера заметно напугал Светлану Зайцеву. Создавалось впечатление, что девушке есть что скрывать. А вы были с этим приятелем? Да. Сережа. Морзинов. Но вы знаете, я почти в начале сеанса ушла. А почему вы ушли посреди фильма? Он ко мне приставать начал прямо в зале. Вот я и расстроилась. А потом встретила папу, и мы уехали. Все правильно она говорит, я приехал ее проведать. Хорошо, с вами пока понятно, можете идти. Иди, удачи, подожди меня сверху. Николай Дмитриевич, а к вам есть пару вопросов? Да, пожалуйста. Скажите, а почему вы поехали за дочерью именно в кинотеатр? Откуда вы знали, что она не на учебе? Мимо проезжал, видел, как она в кино заходит. А говорят, что вы угрожали расправиться с ее парнем. И даже рвались в кинозал. И посмотрите, что мы теперь имеем. В Одесском кинотеатре «Звездный» во время сеанса задушили юношу. В кармане убитого следственная группа обнаружила справку, выданную на фамилию Мурзинов. В кинотеатре парень был с девушкой. Посреди фильма спутница выбежала из зала. Выяснили. Девушку зовут Светлана Зайцева, студентка Петинститута. Под кинотеатром Светлану ждал разъяренный отец. Он привез дочь в общежитие, приказал собирать вещи. Но, не забрав дочь, куда-то ушел. Мурзинова я не убивал. Но и вожать мне его не за что. Папа? И что ты тут делаешь? Почему не в институте? Я тебе сейчас все объясню, пап. Рассказывай. Ну... Ладно, с тобой еще поговорим. А где кавалера забыла? Какого кавалера? Когда его сверстники выполняют интернациональный долг, этот хлыщ в кино прохлаждается. Сейчас я мозги управлю. Ну, папа! Ну, пожалуйста. Где он? Ну, пап, ну, не трогай его. Ну, поехали домой. Папенькин сынок. Отца его я под долгу службы знаю. В военкомате работает. Сына от армии отмазал. А я считаю, если мужик должен служить, поэтому строго-настрого своей дочери запретил с ним встречаться. Николай Дмитриевич, скажите, а где вы были, пока ваша дочь собирала вещи? С приятелем встречался, Толиком Буровиным. Что я должен надея висеть, когда она свои тряпки собирает? Беседа с Зайцевыми наконец-то прояснила важные детали. Имя погибшего и в самом деле Сергей Иванович Мурзинов. С толку следствия сбила липовая справка молодого человека. Николай Дмитриевич не скрывал, что недолюбливал приятеля дочери. Подтвердить алиби Зайцева мог вот этот человек, Анатолий Леонидович Буровин. Уроженец города Ильичевска, а на момент следствия администратор Одесской гостиницы «Красная». Именно место работы земляка Николая Зайцева стало определяющим в этом деле. Первое, что бросилось в глаза следователю при встрече с Анатолием Буровиным – свежий синяк в пол лица. Буровин подтвердил, что в указанное время Зайцев действительно был в гостинице. Насколько я понимаю, у вас состояла встреча с Зайцевым? Да, состоялась. А в котором часу? Приблизительно в 14. Вот, так сказать, доказательства. Из рассказа Буровина стало ясно, что 12 декабря отец Светланы Зайцевой приезжал в гостиницу дважды. Какими судьбами? По делам отаясь. Светлангу приехал приветствовать, тебя навестить. Как она у тебя? Паш, сделай кофейку. В это время в ресторане гостиницы появилась дочь Зайцева – Светлана. Девушка выглядела броско, если не сказать вызывающе. Да нет, спасибо. Времени не так очень много. Николай, извини. Не знал, как тебе сказать. Николай Зайцев беседу продолжать не стал и выбежал вслед за дочерью. Какое-то время его не было. Потом вернулся, ну и вырезался со всей дури. Мол, чего раньше не сказал. И в самом деле, почему вы сразу не сказали Николаю, что его дочь занимается проституцией? Ну, как вы себе это представляете? Сказать такое про единственную дочь, хотя не сказать, тоже виноват останешься. В котором часу Зайцев вернулся в гостиницу? Где-то в три. Ровно в три часа. У нас как раз банкет серьезно начинался. Подозрения с Николая Дмитриевича Зайцева были сняты. Также благодаря показаниям администратора гостиницы стало известно, что задушенный Мурзинов был посредником между сутенерами и девушками легкого поведения. С улицы попасть на работу в престижный отель было невозможно. Нужны были связи. За определенную плату Мурзинов составлял протекцию ночным бабочкам и сводил их с сутенерами гостиницы. Потом получал от девушек деньги и претендовал на полученные от клиентов подарки. Следователь решил поговорить с отцом Сергея Мурзинова. Ивана Петровича Мурзинова в городе хорошо знали. Он был председателем военно-врачебной комиссии одного из районных военкоматов города. Вы знали о том, что ваш сын вербует девушек в проститутке, получая за это вознаграждение в валюте? О чем вы говорите? Это еще нужно доказать. Мой сын Сережа был хорошим мальчиком. Бросил институт, нигде не работал, прикрываясь липовыми справками или записью дворник в трудовой. Не служил в армии. Кстати, почему? По состоянию здоровья. Допустим. У него были враги? Не знаю. Ему кто-либо угрожал? Понятия не имею. Он жил отдельно в квартире моей матери. Ну что же, Иван Петрович, раз вы ничего не знаете, значит, будем проводить обыск в квартире вашего сына. По обстановке в холостяцкой квартире Мурзинова было понятно, что Сергей жил на широкую ногу. На телевизоре стоял фантастический для тех лет видеомагнитофон. В Серванте несколько бутылок дефицитного алкоголя. В секретном ящике Серванте была обнаружена долговая расписка, в которой некто Вахромеев Д.И. обязуется вернуть Мурзинову С.И. сумму в размере 1 500 рублей до 15 ноября 1983 года. Вы знаете, кто такой Вахромеев Д.И.? Одноклассник у Сережи был с такой фамилией. Дима вроде бы. Обыск продлился несколько часов, но больше оперативной группе ничего обнаружить не удалось. Шик! Голландия! Чем ему наш спутник не угодил? Тщательнее, Макар. Наше дело спешки не терпит. Сдохни, Мурзинов. Вот это пожелание. Ничего себе! А вы говорили, что сын никаких угроз не получал. Это не в его адрес. Это мне. Прислали на работу. Взгляните на конверт. Председатель военно-врачебной комиссии рассказал, когда в город стали приходить цинковые гробы из Афганистана, началась паника. Родители пытались во что бы то ни стало добиться освобождения от армии для своих сыновей. Предлагали взятки, угрожали, давили через городское начальство. Кто как может, так и действует. Поверьте, в этом ничего такого нет. Если бы я верил всем этим письмам, я бы уже давно из дому не выходил. Из двух найденных в доме записок следователь решил сосредоточиться на долговой расписке. Вот как размышлял Арапов. Раз документ не уничтожили, значит, долг не погашен, и у должника мог быть мотив избавиться от Мурзинова. Полторы тысячи – деньги немало, и средняя месячная зарплата в те годы – 165 рублей. Вызвать на допрос Вахромеева не удалось. В прачечной, где он работал помощником, сказали, что он взял отгул. На следующий день утром оперативник Панов отправился домой к Дмитрию, однако не застал его там. Не знаю, где он, и знать не хочу. Не мужен мне больше. Разводимся мы. Вахромеевы с маленьким ребенком жили у родителей Екатерины. Екатерина жаловалась, что муж мало зарабатывает. Говорит, я дело придумал, Катька. Разбогатеем. Занял денег у Мурзинова. Думал фарцевать импортными сигаретами. И что вы думаете? Сгорело все синим пламенем. В каком смысле? В прямом. Пойдемте, покажу. Вот. Посмотрите, во что превратилась наша кухня. Вон там стоял газовый баллон. Сигареты лежали рядом с ним. Баллон взорвался. Значит, сигарет нет. А долги есть. Понятно. Да, пойдемте. Вытирайте, пожалуйста, ноги. Мурзинов ушлый. Торопил. Чуть ли не каждый день наведывался. Когда, мол, дружище, рассчитаемся? Однажды Екатерина услышала, что Мурзинов приписал к долгу еще 500 рублей. Так сказать, штраф. Серег, ну, выйди ты в мое положение. Не полторы-то взять негде. Ну, давай подумаем. Жена у тебя красивая. За тебя отработать может. Ну, ты подумай, а я устрою, если что. Будь здоров. Я знала, чем этот Мурзинов промышляет. Поняла, что с Вахромеевым каши не сваришь. Всех по миру пустит. Екатерина выгнала мужа из дома и сказала, чтобы тот не появлялся. Но позавчера он приходил. Сказал, что решил вопрос с долгом. Ясно. Подождите, так это вы думаете, что это он Мурзинова? Вечером того дня Вахромеев сам появился в прокуратуре. О том, что его разыскивают, ему сказала жена, когда он снова пришел мириться. Тут Вахромеев пришел сам, который по нашему делу пригласить. Пусть заходит. Проходите. Присаживайтесь. Так что вы нам хотите рассказать? Да, я одалживал деньги. Но вы поймите, я не убивал. Деньги, чтобы отдать долг, я нашел. Товарища перехватил. Как раз из командировки вернулся. Вот только с Мурзиновым повидаться не удалось. Телефон не отвечал. Я вас очень прошу, вы скажите жене, что я не убивал. Я без Катьки жить не смогу. Скажем, скажем, если это окажется правдой. Где вы были 12 декабря с 14 до 15.30? Так в порту я был. Хорошую подработку нашел. Грузчиком. Да, деньги небольшие, но это только пока. После того, как сотрудники порта подтвердили алиби в Охромеево, следствие взялось за отработку новой версии. Напомню, записку с угрозой нашли в квартире убитого. И раз она адресовалась отцу, следователь Арапов запросил досье на Ивана Петровича Мурзинова. Обнаружились факты, которые следователь не мог считать случайным совпадением. 23 мая Иван Петрович Мурзинов вступил в охотничье хозяйство и получил разрешение на ружье Иш-58 12-го калибра. Можно, конечно, предположить, что отец Мурзинова предусмотрительный человек, но я в этом очень сомневаюсь. Смотри сюда, Макар. Внимательно смотри. Куда именно? Оказалось, что Иван Петрович Мурзинов оформил разрешение на оружие буквально через несколько дней после получения письма с угрозой. И на кого наш Мурзинов собрался охотиться? На того, кого боялся. Вопрос кого? Следователь Арапов пытался выяснить, кому мог навредить Мурзинов-старший. После тщательного изучения информации вот что вскрылось. С мая текущего года военная прокуратура произвела проверку военкомата, в котором работал Мурзинов. Причина – смерть родового по фамилии Савостин. У парня случился разрыв селезенки. А вот заключение комиссии, подписанное Иваном Петровичем Мурзиновым. Савостин Алексей Андреевич годен к военной службе без ограничений, патологии отклонений в здоровье нет, серьезных заболеваний не имеет. И вот Савостин без патологии отклонений идет на службу и умирает от разрыва селезенки. Считай, Мурзинов собственноручно похоронил рядового Савостина. Да, но где доказательство, что угроза Мурзинова была по этому факту, а не какому-то другому? Савостин, Савостин. А вы, простите, кто? Савостин, Андрей Савостин, киномеханик. Тот, который ничего не слышит, потому что аппаратура шумит. Вот же шум. Думаю, надо навестить его. В Одесском кинотеатре «Звездный» во время сеанса задушили Сергея Мурзинова. В кинозале парень был со Светланой Зайцевой. Посреди фильма девушка выбежала из зала. Зайцева утверждает, парень к ней приставал. Как оказалось, Мурзинов был посредником между сутенерами и девушками легкого поведения. В его квартире обнаружили записку с угрозой, но адресовалась она Ивану Мурзинову, отцу убитого. Возможно, смерть Сергея связана с прошлым отца. Когда следователь и оперативник прибыли в кинотеатр, сеансов не было. Где механика вашего искать? Я так понимаю, он у себя во время перерыва не сидит. Почему не сидит? Куда ему деваться? Только в его очередь. В смысле? Вы только что один мужчина спрашивали. Какой мужчина? Ну, такой. Небольшой, полненький, лысенький. В очках. А ну, пойдем-ка. Вбежав в будку киномеханика, оперативник и следователь увидели, как Иван Мурзинов душит Савостина. Товарищ Мурзинов, вы остыньте и к нам поедем. Выпейте. Сделайте вдох-выдох и будем говорить. Иван Мурзинов объяснил, что после того, как оперативники обнаружили в квартире сына записку с угрозой, он не находил себе места. Ну, кто же это мог быть? Вспомнил ту историю с Савостиным. Сын у него в армии. Умер. Подумал, ведь это он мог быть. Сережку моего. Поехал в пожарную часть. Он ведь там раньше работал. Угу. Почему не сообщили о своих подозрениях? Решили сами искать Савостина. Думаете, мне до протокола было. Что мне терять? Пожалуйста, налейте вот еще. В пожарной части сообщили, что Андрей Савостин полгода назад уволился по состоянию здоровья. Начались проблемы с сердцем. Его новым местом работы стал кинотеатр «Звездный». И тут меня как молнию. Ведь в этом же кинотеатре сережку моего. Картина происшествия следователю Арапову была ясна. Из будки киномеханика был выход в зрительный зал. Пользуясь тем, что на сеансе было немного людей, Савостин совершил преступление. Предварительно киномеханик избавился от бдительного наблюдателя в лице билетерши. Отправил в кулинарию. Теперь, когда мотив и хронология сложились, следователь искал прямые доказательства вины киномеханика. Коллеги, какие соображения? У нас есть записка с угрозой. Но угрожать не значит убить. Именно, Макар. Нам нужен железный вещдок. Так, чтобы наверняка... Есть одна мысль. Станков обратил внимание на снимок пореза на шее задушенного. Парень перед тем, как пойти в кино, брился. Криминалист предположил, на орудии убийства, то есть на ремне киномеханика, могут быть следы крови. Золотая голова. Едем в кинотеатр. Ну и что теперь с ним будет? Суд покажет. Ну, всего доброго вам. Долго искать орудия убийства оперативникам не пришлось. В момент задержания вот этот ремень, которым задушили Сергея Мурзинова, был на киномеханике Савостине. Анализ подтвердил, что следы крови, обнаруженные на его внутренней части, принадлежат потерпевшему. Киномеханик рассказал, что давно приметил юношу, который часто появляется на дневных сеансах в кино в компании молодых девушек. Тунеядец. О том, что это сын Мурзинова, он не знал. Точнее, до того дня он не знал. Фамилию Мурзинов киномеханик услышал во время милицейского рейда. Показывая справку, молодой человек с вызовом несколько раз ее повторил. Мурзинов. Пожалуйста. Тут меня и подкосило. Батя его, моего сына, больным в армию отправил. А своего футлярчики держит, чтобы о ледине запылился. Андрей Савостин рассказал, что о проблемах его сына со здоровьем было хорошо известно. Мужчина пытался убедить Мурзинова-старшего, что парню противопоказано служить в армии. А этот ни в какую. Годен без ограничений. А потом я понял, зачем он это делает. Зачем? Взятку хотел. То есть вы утверждаете, что Мурзинов требовал от вас денег? Три тысячи. И говорит, будете со своим сыном медленным шагом в парке гулять. Ну и вы что? Да нет у меня таких денег. Они не имели права так поступать. Из справки всю историю болезни почистили и в Таджикистан. На учение. Он, сын Мурзинова, в кино сидит. Вот я и решил. Хоть так за Алешу отомстить. Что с тобой происходит? Возьми себя в руки. Держи! Корпус ровнее. Не задирай локти. Пошел вперед. Берись. На. Надохни. Поразит. Ты же можешь. Я это видел. Успокойся. Держи пятую. Я уверен, сейчас все будет. Ну, с тобой все ясно. Отдохни, бедолага. Ты что, такой радостный тип? Тебя с чем-нибудь поздравить? Если вам интересно знать, я не секунды о содеянном не сожалею. За умышленное убийство Андрея Савостина приговорили к 12 годам заключения. Отец Сергея Мурзинова тоже получил срок. Пять лет лишения свободы. Именно такую меру наказания избрал суд для председателя военно-врачебной комиссии за фальсификацию документов. Факт вымогательства взятки доказать не удалось. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Давайте ломайте, кого он и ждет. Участкового Бориса Демидова вызвали бдительные пенсионеры. От одного из сараев исходил неприятный запах. Вот увидите, это не моя собачка гадит. Зачем животное бежать? Мой пес так не воняет. Так, отошли все быстро отсюда. А подище-то. Отошли все. Я же говорил вам, гражданин, начальник, это не моя собачка воняет. Да погоди вы со своей псиной. В сарае на кровати лежало тело молодой девушки. Оно было завернуто в ковер. Валентина, беги домой, за ней в милицию. Объясни все спокойно. Ага. Отошли, не топьемся. В сарае, в котором нашли тело девушки, принадлежал Игорю Кузьмину, моряку загранплавания. Он ходил на одном из судов из Новороссийска. Недавно ушел в рейс. Суд-медэксперт при первичном осмотре тела определил примерное время смерти девушки. Около двух недель назад. Учитывая чрезвычайность обстоятельств, следователь областной прокуратуры Павел Маркелов, которому было поручено резонансное дело, обратился в пароходство с просьбой снять Кузьмина с рейса и отправить домой. Морякам загранплавания в СССР завидовали все. Они видели другую жизнь, хорошо зарабатывали, привозили из-за границы модные вещи. Платить за это приходилось месяцами разлуки с родными и жесткой дисциплиной. Если моряк был в рейсе и у него умирал кто-то из родственников, проститься он часто не мог. Когда на судно приходила радиограмма с печальными известиями, ее в первую очередь показывали командованию. Решение о том, сообщать или нет, принимало руководство. Моряка снимали с рейса и отпускали только в самых исключительных случаях. Добро. Давай, Коль, соседи, опрашивай. Как можете охарактеризовать этого Кузьмина? Ну, загранчик, дверь немного, машина. А где машина? Гаража нет. Как в рейсы ходят, другу отгоняют. Он возле порта живет. Паш, иди посмотри. Задушили. Руками или чем-то? Да, похоже, руками. В карманах золотые изделия, цепочки тяжелые, мускай, наверное. И вот несколько червонцев. Царские, что ли? Они. Так. То, что у погибшей в кармане обнаружили золото, исключало версию убийства с целью ограбления. В этих случаях преступники забирают у жертвы все маломальски ценное. Александр Ильич, идем на воздух. Следов много. Обувь грязная была. Максимум размер сороковой. Так а ее следы есть? Нет. Убили и принесли. Наверное, спрятать хотели. Странное место. Товарищ, я только сейчас заметил. Замок другой. Какой замок? От сарая. Я тут с Нестором, с собачкой своей всегда гуляю. И замок другой был. Хозяин, моряк. Он в рейс ушел. Никто не мог поменять замок, кроме него. На экспертизу? Спасибо. Ну так, да? Ясно. Хорошо. Павел Иванович, это Семен Гаврилович, отец Игоря, хозяина. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Маркелов. Скажите, вы давно у сына в сарае были? Здравствуйте. Так, а что мне там делать? Я и дома-то у него уже забыл, когда был. Соседи говорят, что замок на сарае новый. Семен Кузьмин ничего по этому поводу сказать не мог. Он знал, что ключ от сарая хранился у сына под счетчиком. Можно взять, посмотреть. Если ключ есть на связке, ну, значит, Игорь менял. Но если нет, значит, кто-то другой. Логично. А ключ от квартиры сына у вас есть? Да. Вот. Коль, сходи, возьми ключ. Сходи. Товарищ Маркелов, мне еще здесь долго нужно будет находиться. Мы убийство расследовали. Куда вам торопиться? Жена подождет. Кузьмин рассказал, что его жена лежит в больнице. Он должен отвезти ей лекарство. Выясним. Все с замком. Опечатаем квартиру вашего сына. Но мне бы все-таки побыстрее в больницу попасть. Вот. Действительно, висел под счетчиком. Он? Да. Константинович, дай замок. Ага. Спасибо. Пока свободен. Открывайте. Ключ не подошел. Выходит, хозяин сарая не причастен к убийству девушки. Видимо, кто-то решил спрятать труп и подставить моряка. Значит, бери замок и по магазинам. Замок новый, приметный. Узнай, где такой купить можно. Павел Иванович, такой купить нигде не купишь. Оперативник Николай Зубанюк предположил, что дорогой импортный замок вынесли судоремонтного завода. А вы подождите. Замок был необычным и это могло стать зацепкой. Зубанюк отправился на завод. В пальто девушки нашли студенческий билет. Нина Ухина, так звали убитую. Она училась в Таганрогском педагогическом институте. Нина жила в общежитии рядом с новым корпусом института. Оперативники выяснили, что в общежитии последний раз она появлялась примерно две недели назад. Сказала, что будет жить во время сессии у своего парня Дмитрия Челнокова. Так было и раньше, поэтому подруги не волновались. Об Игоре Кузьмине девушки ничего не знали. Следователь с оперативником решили встретиться с парнем Ухиной. Было странно, что он никак не отреагировал на пропажу девушки. Тихо. А вы кто такие? Сейчас милицию вызову. Не надо. Уже тут. Сосед ваш где? Дмитрий Челноков. Даже две недели, как его не вижу. Это известие насторожило следователя. Ровно две недели назад и погибла Нина Ухина. Давай, будем дверь ломать. В квартире стоял густой трупный запах. Ой-ой-ой, ну шо ж ты, девочка? Гражданка, выйдите из квартиры! Коль, вызывай группу. Угу. И слышишь? С соседкой поработай. Хорошо. Девушку хорошо помните? Да. Посмотрите, пожалуйста, это она? Да. Отношения у них хорошие были? Да, какие хорошие? Она, девчонка, ветреная была, а Дима, парень, интеллигентный был. Деньги она с него тянула. Родители хорошо зарабатывают. Соседка рассказала, что Челноков и Ухина часто ссорились. Последний раз кричали так громко, что она услышала даже через обитую войлоком дверь. Да какого черта ты лезешь в чужие дела? Я тебе чужой? Не цепляйся к словам. Все равно с ним разберусь. Димочка, здравствуй. Здрасте. О чем ссорились, слышали? Из-за парня какого-то, с которым эта красотка загуляла. Что за парень? Не знаю. Тело Дмитрия Челнокова увезли на экспертизу. Криминалист тем временем снимал отпечатки пальцев в квартире. романтик. Ругались постоянно. Большая любовь была. Соседка сказала, между ними третий был. Да? Угу. Интересно. Ну, я тут закончу, я этом гляну. Добро. Да, не бедная семья мариманы. Видел такие? Видел. О! Угу. Жорик рядом с портом. С портом. Следователь вспомнил. Участковый Борис Демидов рассказывал, что Кузьмин, когда уходит в рейс, ставит машину у какого-то друга возле порта. Похоже, Челноковых как-то выследил. А вот что у интеллигентного Дима Челнокова делает кастет? Готовился отомстить? Надо, конечно, проверить, что, но по размеру очень напоминает следы из сарая. Вот тебе и вещдок. Ботинки были маленького размера. Внутри, в области пяток, была кровь. Эксперт-криминалист Соколенко предположил, что именно этими ботинками были оставлены следы возле тела Нины Ухиной. Возьми. Для дополнительных. картина вроде ясная. Любил сильно. Измены не смог стерпеть. Да, придушил девушку, очухался и решил на любовника свалить. Ну да, а потом совесть доела, вот и повесился. Следователь Маркелов и оперативник Зубанюк полагали, что дело можно считать раскрытым. Но появление эксперта-криминалиста Никиты Соколенко опровергло их рассуждение. Не псих наш паренек. Его уже мертвого повесили. Вот, в судмед передал. Полоныш, да, подожди ты. Слушай, это точно? Да куда уж точнее. Экспертиза группы крови в ботинках, найденных в квартире Челнокова, показала, кровь не хозяина. Это как? Как? Кто-то решил в его ботинках потоптаться в сарае, чтобы оставить нам вещдок. Следователю Маркелову стало понятно. Кто-то убил Челнокова и сделал все, чтобы парня считали убийцей его девушки Нины Ухиной. Прояснить запутанную историю должен был моряк дальнего плавания Игорь Кузьмин, которого уже доставили в Таганрог. Игоря Кузьмина доставили самолетом из Москвы в Ростов, а потом привезли прямо в кабинет следователя. Капитан судна сообщил Кузьмину, в связи с какими событиями его срочно отправляют в Союз. Отпечатки пальцев убитых Ухиной и Челнокова обнаружены в твоей квартире. Кто вообще этот такой Челноков? Дмитрий Челноков. Ухина встречалась с ним. И в твоей квартире множество ее отпечатков. Получается и с тобой встречалась. Димка Хиляк. Мы с Нинкой уже пару лет вместе. В сарае моряка дальнего плавания Игоря Кузьмина нашли труп неизвестной девушки. Хозяин помещения в это время находился в рейсе за границей. Личность погибшей установили. Студентка Петинститута Нина Ухина. Через несколько дней в собственной квартире находят повешенным парня Ухиной Дмитрия Челнокова. Экспертиза показала его убили. Обе смерти наступили около двух недель назад. Следствие выясняет, Нина одновременно встречалась с Игорем Кузьминым и Дмитрием Челноковым. Именно моряк становится главным подозреваемым. Я честно скажу вам, я знать не знаю, кто мог вообще убить их. Говори, как было, Кузьмин. Игорь Кузьмин не стал скрывать правду о своих отношениях с Ухиной. Он приходил из рейса и закатывался с ней куда-нибудь. Как говорила девушка, красивую жизнь устраивали. Нина была довольна, о женитьбе не говорила. И что? Челноков ничего об этом не знал. Он только недавно появился. Ухлестывал за ней. На мне это что? Я в рейс ушел, у нее своя жизнь. Да. своя была. Вот только Челноков не хотел ее ни с кем делить, правильно? Как он оказался у тебя дома? За ней пришел. Она входит дверь, а он сразу же влетает за ней. Как обычно, Кузьмин выглядывал Нину в окно, встретил у дверей квартиры. Привет. Привет. Так вот почему. Кто это? Дима. Кузьмин сказал, что драться Челноков не умел. Игорь перехватил руку с кастетом и сделал парню очень больно. Потом вытолкал его из квартиры. Чтобы я тебя больше здесь не видел. Что это было? Как вы с Ниной расстались? Она в квартире оставалась? Нет, на даче. Возле дома моего друга Жоры. Я у него машину оставляю, когда в рейс идут. А где дача? Возле порта. Ну, это как бы не совсем дача, это причал с домиком. А почему она там осталась? Там у меня печь, тепло. Она должна была переночевать и оставить ключ Жоры. А вот Челноков, он знал о твоей даче? Да черт с ним, с этим Челноковым. Хорошо. Хорошо. Следователь поинтересовался, почему моряк замок в сарае поменял, а нового ключа у него нет. Но я его не менял. Значит, этот замок ты не вешал. А вот соседи и твой отец утверждают, что раньше был другой замок. Нина ухина оставалась на даче Игоря Кузьмина после того, как он уехал в Новороссийск. Так утверждал сам Кузьмин. Свидетелей у него не было, но тело девушки обнаружили по месту жительства Кузьмина довольно далеко от дачи. Где же убили Нину и почему ее тело оказалось в сарае ушедшего в рейс Кузьмина. Чтобы понять это, решили провести обыск на даче моряка. Ух ты! Оперативник Николай Зубанюк обнаружил тайник. Обычное вроде бы полено, вмурованное в пол. Тайник был почти пустой. Черт! Товарищи понятые, смотрим внимательно. Что это, Кузьмина? Украли! Все украли! Что именно украли? Золото, много золота, деньги. А не побоялись-то? На даче. Да тут Джора присматривал. Тайник хороший был. Плохо присматривал. Кто знал о тайнике? Ухина знала? Тайника глазастая была, я как-то деньги брал. Думал, она на реку пошла, она явилась. А печатка? Печатка с якорем у вас была? Следователь сообщил Кузьмину, в квартире убитого Челнокова нашли печатку с якорем. Да, была. Была. Мать подарила на 18-й ювелете. Нужно было провести опознание золотых изделий, которые нашли в кармане пальто Нины Ухиной и дома у Дмитрия Челнокова. Скорее всего, их похитили из тайника. Павел Иванович, да, тут на ощупь ключ какой-то. доставай. Товарищи понятые, снова очень внимательно. Что это за ключ, гражданин Кузьмин? Я первый раз его вижу. Да? На даче также нашли отпечатки пальцев убитых Дмитрия Челнокова и Нины Ухиной. Следовательно, Челноков там тоже бывал. Криминалист провел экспертизу ботинок Челнокова и установил, что кровь внутри обуви по группе и резусу такая же, как и у Кузьмина. Складывалась следующая картина. По какой-то причине моряк сдушил любовницу. Может быть, она и в самом деле украла у него деньги и золото. Сразу же после убийства появился ревнивец Челноков. Кузьмину пришлось избавляться от свидетеля. После Дмитрий решил свалить убийство девушки на Челнокова. Труп Нины он отвез к себе в сарай, обул ботинки Челнокова и не следил там. Труп Дмитрия отвез к нему домой. Оставалось закрыть еще один вопрос с ключом от сарая. Присаживайтесь, гражданин Щетинин, кладовщик. Оперативник проделал большую работу и вышел на некоего кладовщика Щетинина. Установлено, что гражданин Щетинин продается склада на весные замки. Вот оно как. Да, но самое удивительное, то, что нас интересует, случилось с гражданином Щетининым в школе. По информации оперативника, кладовщик учился в 37-й школе, год выпуска 1961-й. Легендарный год. Юрий Гагарин в космос полетел. Гуля! А еще это тот самый год, год выпуска нашего морячка Кузьмина. Одноклассники, значит? Да, одноклассник однокласснику завсегда помочь может. С твоего склада замочек? Может, с моего. Ну вот, расскажи, когда продал Кузьмину замок? Я ничего не продавал и от Кузьмина ни копейки не взял. Это подарок был. Подарок. Дальше? А что дальше? Что с Гавриловича-то возьмешь? Сочтемся еще. Подожди. Он Кузьмин, он не Гаврилович, он Семенович. Игорь Семенович Кузьмин. Ну, да. А, так с этим я дел не имею. А вот батя его мужик хороший. Семен Гаврилович. Батя? Коля, ты понял, что это означает? Этот разговор заставил Маркелова пересмотреть линию следствия. Раньше обвинение строилось на том, что кровь Игоря Кузьмина совпала с группой крови, обнаруженной в ботинках убитого Челнокова. А главное ключ от сарая был в кармане его куртки. Но теперь стало понятно, что Кузьмина могли подставить. Кузьмин-старший знал о даче, где убили парня и девушку. У него были ключи от квартиры сына, и он вполне мог открыть сарай и спрятать туда труп. Но зачем ему это делать? Какие мотивы могли быть у мужчины для убийства любовницы сына и ее парня? А главное, зачем ему подтасовывать факты против собственного сына? Оперативник Николай Зубанюк отправился по месту жительства Кузьмина-старшего. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Милиция. Вот. А что вам надо? Сосед ваш нужен, Семен Гаврилович. А Семена нет. Он на кладбище. Где? Полина ночью умерла. Так он на кладбище поехал. Хочет попробовать похоронить ее на закрытом кладбище возле родителей. В общем коридоре оперативник заметил осенние мужские туфли с пятнами крови, как и в ботинках убитого Челнокова. А соседка тем временем рассказывала, что Полина Кузьмина, жена Семена, долго болела. На лечение ушло много денег. Неделю назад Семен даже машину продал. Но ничего не помогло. Большое горе. Да. У вас не найдется водички попить? Так вы заходите. Да не надо, я вам натопчу. Я здесь. Да заходите. Не надо, не надо. Одну секундочку. Соседка Екатерина Церуш отлучилась и в это время Николай Зубанюк сделал соскоп стуфель. Полчаса назад отдал со скоб Соколенко. По идее результаты экспертизы уже должны быть. Добро. Да, Константинович. Что? Одна и та же группа крови. Официальное заключение потом получите. У моряка и его отца одна и та же группа крови. Вот тебе и поворот. Но мотив... Следователь не мог понять, какой мотив для убийства мог быть у Семена Кузьмина. Деньги на лечение жены? Так зачем их у сына воровать? И главное, как он тела перемещал? Ну, не в руках же, а? Зубанюк вспомнил, у Кузьмина старшего была машина. Он ее продал только неделю назад. Значит, на момент совершения преступления машина была? И значит, установим, кому продал, произведем осмотр машины. И если он два тела перевозил, то какие-то следы должны остаться. Волгу Семен Кузьмин продал гражданину Грушко, жителю города Шахты. Это на другом конце Ростовской области. Туда выехал эксперт-криминалист Никита Соколенко. Оперативники сопровождали подозреваемого Кузьмина старшего на кладбище. Там отец с сыном почти не разговаривали друг с другом. На поминках сидели в разных концах стола. После поминок Игорь поехал к себе домой, отец к себе. На следующее утро по месту жительства Кузьмина старшего выехали следователь Маркелов и оперативник Зубанюк. Гражданин Кузьмин? Да? Прошу проехать со мной. Нужно побеседовать. А вы наверное милиция? Вы почему так решили? Да прям как в кино. Ладно я сейчас оденусь. Здравствуйте молодой человек. Сема что происходит? Да все в порядке. Я сейчас ненадолго проедусь. И все. Человек только жену похоронил. Совести у вас нет. Семен Кузьмин успокаивал соседку Екатерину Церуш. Мол все нормально. Да вы его дергаете. Идите ради бога. Извините. Ничего. В шахтах новый хозяин Волги Яков Грушко с опаской поглядывал на эксперта криминалиста Никиту Соколенко который тщательно осматривал автомобиль. Вот хорошо завтра помоете. Грушко всю неделю был очень занят и не мог заняться машиной вплотную. Это сыграло на руку следствию. Ничего не перевозили? Нет машина стояла некогда. Ревизия на шахте всю неделю с ревизорами. Колбаски подрежь, сырка принеси, рюмочку подлей. В багажнике эксперт-криминалист Соколенко обнаружил следы ткани. Их нужно было сравнить с образцами одежды убитых Нины Ухиной и Дмитрия Челнокова. Этот замок вам гражданин Щетинин, как он нам рассказал, просто подарил, так? Да, этот замок мне Виктор подарил. Так. А потом его нашли на сарае вашего сына, а в сарае труп. Ну так я его дома положил. Вполне может так быть, что Игорь его увидел и взял, а мне не сказал. Тогда почему вы сразу об этом не сказали? Тогда возле сарая? Тогда я в больницу к жене спешил. Не до замков было. Семен Кузьмин спокойно и аргументированно отвечал на все вопросы следователя Павла Маркелова. Экспертиза показала, что на ботинках Дмитрия Челнокова обнаружена кровь вашей группы. В сарае моряка дальнего плавания Игоря Кузьмина нашли труп студентки пединститута Нины Ухиной. Хозяин помещения в это время находился в рейсе за границей. Через несколько дней обнаруживают убитым парня Нины Дмитрия Челнокова. Внутри его ботинок следы крови. Она принадлежит убийце. На обуви Семена Кузьмина отца моряка также нашли следы крови. Экспертиза показала, группа в обоих случаях одна и та же и она совпадает с группой крови Кузьмина Старшего. Ну и кто этот Дмитрий Челноков? Студент, якобы совершивший самоубийство. А на самом деле его задушили. Простите, но я его не знал. у него были отношения с Ниной Ухиной. Это именно ее труп нашли в сарае. Ну и какое отношение? Вы же меня извините за каламбур. Я имею к их отношениям прямое. Это отношение вашего сына. Уверяя, что он не был знаком с Челноковым и Ухиной, Кузьмин настаивал. Его группа крови это еще не его кровь. Гражданин следователь, вы уже определитесь, кого я душил, кого вешал. Ну это вы и без меня прекрасно знаете. Разговор зашел в тупик. Уверенно отбивающий любые попытки обвинить его в двух убийствах, Семен Кузьмин чувствовал, ничего конкретного у следствия против него нет. спасибо. Коля, глянь. Это наш эксперт-криминалист Соколенко Никита Константинович. Он обследовал багажник вашей Волги, которую вы гражданину Грушко продали. мне продолжать? Не надо. Ну отчего же, Коль. Так, в багажнике автомобиля были обнаружены волокна ткани, идентичные волокнам свитера гражданина Челнокова. зацепил, значит. Значит, зацепил. Спасибо, Никита Константинович. Ну, рассказывайте. Его мать умирала. Сеня, Игорек не приходил? Умирающая Полина Кузьмина постоянно вспоминала о сыне, мечтала его увидеть. Кузьмина держалась надеждой на встречу с сыном, а он даже не звонил отцу и не интересовался здоровьем матери. Он обязательно придет, он звонил уже, из рейса пришел и летит уже в Ростов, летит и обязательно будет завтра. Ваш сын не навестил мать, будучи в отпуске? Пять кварталов не мог проехать. полчаса времени. И вы решили... Я решил сам его привезти. Дома его не было, я поехал на дачу. Вы кто? так это из-за тебя значит, Игорь к матери в палату не ногой. А видимо рает мать. Вы отец Игоря? Отец, отец. Где он? Уехал в Новороссийск. Завтра уже должен быть на судне. Отец понял, что умирающая мать сына больше не увидит. А мать его так ждет. Ну, ничего. У него есть я. Молодая, красивая. шалава. зачем Игорю еще кто-то? Ты пасть закрой. Понятно? Таких шалав, как ты, может быть, сотни. А мать, она одна. Так вот, значит, я какая. Угу. Шалава. Да если я захочу, Игорь вас пошлет к чертям собачьим. Ясно? О, уверена. 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 А как душил, не помню. Очнулся уже, когда она мертвая лежала. Почему сразу же в милицию не обратились? Чистосердечные признания и нинка. Нина, Нина, что с тобой? Нина, 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 Нинка, Нина. Нина. Я вынужден был защищаться Но когда задушил Мне этот ботинок Он как врезался Ну тогда я и решил Сына подставить? Да Ключи от его квартиры у меня были Замок Ну этот новый В машине лежал Вот Ну я и подумал Пусть платит За то что мать бросил Даже Лекарства не привез Продолжайте В кармане Куртки у Челнокова Лежали паспорты Ключи от квартиры Ну я прикинул Съезжу посмотрю Если дома никого не будет Я Самоубийство Изображу А тело Ухиной В сарае У сына Оставить Про тайник знали Кузьмин знал Где у сына тайник Сам сделал ему Тайник полена Когда-то в детстве Игорь там прятал солдатиков Семен Кузьмин Достал из тайника Деньги и золото Кое-что подложил В карман пальто Ухиной Остальное Забрал с собой Он погрузил Тела в машину И поехал домой К сыну Кузьмин взял в квартире сына Ключи от сарая Оставил в нем Тело Ухиной И запер сарай Новым замком После этого Поехал домой К Дмитрию Челнокову Кузьмин убедился Что свет в квартире Челнокова Не горит И осторожно Затащил тело парня В комнату Пацан Что ты так Не вовремя В ящике стола Семен Кузьмин Оставил мешочек С золотыми изделиями На столе стояла Фотография Нины Ухиной И Кузьмин придумал Как сразу же Навести следствие На мотив Самоубийства Что вы после этого сделали После Снова на дачу поехал Ключ от замка В карман куртки Игоря положил На что вы рассчитывали, Кузьмин? На то, что следствие поверит в версию Будто бы Челноков Убил Нину из ревности Или в виновность Вашего сына Не сын Он Мне Подлеца вырастил Моя вина За нее я отвечу Вы убили Чужих детей Они в чем провинились? Девка дрянь А сына Жалко Уведите его Подготовка дела Для передачи в суд Прошла очень быстро Потому что Обвиняемый Семен Кузьмин Всячески сотрудничал Со следствием Семена Гавриловича Кузьмина Приговорили к 15 годам лишения свободы Осужденный не подавал апелляционную И касационную жалобу На пересмотр приговора Во время суда Отец и сын Кузьмины Не сказали друг другу Ни одного слова Незначительная деталь Незначительная деталь Позволяет раскрыть преступление Сумма мелких подробностей Ведущая к главной разгадке Мелочи Но в следственном деле Нет ничего важнее мелочей Самые громкие уголовные Преступления нашего прошлого Я расскажу Как криминалисты Десятки лет назад Изобличали преступников Без спецтехники Камер слежения И электронных баз данных Как было раньше Когда следователи Раскрывали самые запутанные Преступления Только с помощью интуиции И добытых Вещественных доказательств Вещдок Василий Машков Был не только маститым Искусствоведом Но и заядлым болельщиком И потому спешил Скоро начинался матч Днепра со Спартаком А на стадион Василий Лукич опаздывал Дорогу резал Шел через дворы А чтоб тебя, гаденыш Ты что, гаражницы Хотел поджечь? Вот я тебе уши-то надеру Что это? Пацан! Пацан, вернись! Сто грамм золота и платины Эмалевый мальтийский крест Драгоценные камни Общим весом 20 карат Все вместе Медальон императора России Павла Дар рыцарей Мальтийского ордена Вещь бесценная Вот последняя Довоенная фотография Реликвии В экспозиции Харьковского музея Осенью 41-го года Следы этой бесценной вещи Как и ряда других Экспонатов Оборвались А вот это Свинцовая Отливка Которую нашел Тем вечером Искусствовед Машков Старик мог бы Пройти мимо Но остановился И присмотрелся К находке Этим Сам того не ведая Помог В сложнейшем Расследовании Сразу нескольких Убийств Когда речь идет О шедевре Такого масштаба Ставки велики Впрочем Сначала Сыщикам предстояло Узнать Откуда взялась У обычного мальчика Точная копия Медальона Нашли воскресенье А пришли только сейчас Дела всякие Понятно А где гарантия Что слепок с оригинала Мало ли крестов Это же уникальная вещь Совпадение полное Детали Габариты Все Руку даю Отливку делали С медальона Павла А сколько он может стоить На западе Не меньше миллиона А у нас? Тут эту вещь Не продать Разве что Как лом Медальон ищут С августа 43-го Как Харьков Освободили Знаем мы Как у нас ищут А? Ничего Говорю Музеи у нас Богатые были В СССР До войны Было около Тысячи музеев Половина из них Оказалась На оккупированный Территория В Германию В Германию вывезли Около полутора миллионов Произведений искусства 200 тысяч Археологических раритетов Иконы Книги Всего на 432 миллиарда рублей Это более Двух годовых Бюджетов СССР На момент Начала войны После Украденные ценности На территории Германии Искали специальные Группы Союзных войск И советские Трофейные бригады Одна из самых масштабных находок Принадлежит американцам 100 тонн золота Несколько миллионов долларов Картины Рафаэля и Рембрандта Это конечно все увлекательно Но Если нет пострадавшего Я не имею права Начать расследование Да вам и делать ничего не надо Я и адрес И фамилию этого пацаненка нашел Шверк его фамилия Дмитрий Андреевич У нас два трупа Криминалисты уже на месте Нужно ехать Извините Вот Василий Лукич В другой раз Надо ехать Здравствуй Здравствуйте Ну что рассказывай Ну что Машину нашел грибник Пойдемте Женщине приблизительно лет 35-40 Мальчику около 10 Есть колотые раны Но не летальные Смерть от асфиксии Следов удушения нет Предположительно Жертвы задохнулись Руки-ноги связаны бечевкой Личности установили Есть ученический билет Некий Олег Шверк Что? А что вы возбудились А мне о нем Час назад Искусствовед рассказывал Шверк Олег Шверк Олег Надо съездить по месту жительства Может совпадение Хотя чует мое сердце А где человек Который Тела обнаружил? Здравствуйте А не поздно для грибов-то? Да что вы Самое время Что рассказывайте? Ну иду такой По лесу Лежу Огонь Я туда А там мужик Он с факелом Стоит Меня увидел Застыл такой Как вкопанный А я ему Что говорю С огнем балуешь А он Ход он В тот сосновник А машина Бензином облита Сжечь хотел Ну да Вон и факел И канистра А вы его Разглядеть успели? Помирать буду Не забуду Среднего роста Лет 60 Еще усы такие Хорошо Я попрошу вас Проехать с нами В Днепропетровск Для составления Фоторобота Ладно Информация по машине Есть? Машина числится В угоне Заявление подали Еще утром Водитель Некий Родион Павлюк Оказался в больнице Черепно-мозговая На него напали? Похоже на то Детали мы не знаем Так как он Без сознания В управление Нужно звонить Извините Там товарищ Вам машет Похоже нашел что-то Спасибо Вот Фуражка таксиста Обнаружен отпечаток Большого пальца Вот кровавый след Когда одевал Вот Так взял Но это еще не все Обнаружены волокна ткани Видимо жестко пробирался РП Родион Павлюк Так Это все на экспертизу Таксист без сознания Едем к шверкам Оперативники узнали Больше о жертвах Мать-одиночка Ирина Работала товароведом В ЦУМе Ее муж Отец Олега Инженер Южмаша Умер 8 лет назад Мальчик Рос проблемным Вороватым Любил приврать При случае Друзей у него Не было Сыщики приехали К шверкам На Челюскино-4 Ближе к полуночи Поднявшись в квартиру Шверков Они обнаружили Неприятный сюрприз Сходи опроси соседей Кто ходил Кого видели Пошли Чуют мое сердце Будет у тебя много Сегодня работы Дмитрий Андреевич Да-да Можно вас? Книги разбросаны В ящиках Основательно порылись Здесь был обыск Далее На ножке стула В зацепах Волок на бечевке Но это еще не все На полу Слюды затертой крови Ее было много Есть и отпечатки пальцев Угу Проходите Жень На работу убитые звонили? Звонили 29-го Назвонила директору Взяла отпуск За свой счет Свозит сына в Гагры Дали туда запрос По санаториям Ждем А это кто? Соседка Жанна Ивановна Расскажите товарищу Что слышали Видели? Ну в квартире Последнее время Было тихо А 29-го Работал телевизор 30-го были какие-то звуки Но хозяева квартиры Я не видела А вот Мужчину запомнила Вы не подумайте Ничего Здесь планировка такая Окно в окно выходит Как выглядел мужчина Сколько ему лет? Ну я думаю Лет за 60 Такой стройный Подтянутый С усами? Точно А как вы узнали? Он вот здесь вот стоял А потом как меня увидел Вот так вот Следователь Веселков Предложил свидетельнице Наутро ознакомиться С фотороботом подозреваемого Составленным по словам Грибника Дмитрий Андреевич На кухне в мусорном ведре Обрезки лука Какого лука? И чем здесь лук? Обрезки свежие А хозяева в отъезде Значит кушал наш усатый мужик А теперь самое вкусненькое Пойдемте У входной двери Колкин обнаружил Важный вещдок Вот Спичка Это не просто спичка Видите следы краски на ней? А теперь Вуаля Маячок Женя Гуров Да Сходи к их почтовому ящику Если я все правильно понял Мы найдем там кое-что интересное Хорошо И смотри пальчиками не затри Понял Работал матерый вор Веселков оказался прав Из почтового ящика Квартиры Шверков Торчал уголок открытки Скоро ж Ноябрьские Мало ли Может кто из родственников Решил поздравить? Света с годовщиной октября Успехов в труде Личной жизни Штемпеля нет Отпечатки пальцев Если будут И по образцу почерка Может что нароете Хорошо Эта открытка Тоже вещдок Классический Воровской маячок Ее положили в ящик Так чтобы был Виден краешек Если открытку достали Значит забрали почту И хозяева квартиры Дома На поверхности открытки Остался четкий Отпечаток пальца Его проверили по базам То же самое Проделали и с почерком Две экспертизы Показали Одинаковый результат Открытку подписал Матерый домушник Анатолий Скотаренко По кличке Скотт А на кладбище Все спокойненько Здравствуйте Анатолий Платоныч Чем тебя накачали Утро в хату Граждане начальники Стряслось что? Вопросы к вам имеются У Скотаренко не было усов Следователь помнил Об этой примете И не исключал Уголовник мог действовать Не один Спичка Крашеная Открытка Печенье под ковриком Маячок Какой маячок Начальник Подстава это какая-то Разводняк Не мое это Как воли не веду Век не век А лет 15 точно Я следователь прокуратуры Мне квартирные кражи По статусу неинтересны А убийство Другое дело Какое убийство начальник Что вы мне сьют Так Хватит комедию ломать Говори кого первым Убил маму или мальчика Да не убивал я Никого не заходил я в хату Тебя соседка видела Ты там был И последним видел Шверков живыми Но Ну был я там Горошек Киса стиснула Кадык Вот же это Только утром Как от прачки Скотаренко поставил маячки И начал слежку Сутки наблюдений Не дали ничего Вор решил Пора вскрывать замки Отправился на дело Но внезапно почуял В квартире кто-то есть Кто-то притаился У самой двери Добрый вечер Я по объявлению Собачка не у вас Продолжается щеночек Извините что так поздно Больно внучка то просила В багажнике такси Оставленного в лесу Обнаружены два трупа Молодая женщина И ребенок Умерли от асфиксии На месте преступления Найден ученический билет На имя Олега Шверка Незадолго до страшной находки К следователю приходил Искусствовед Василий Машков Он рассказал Как застал Олега Который пытался Отлить свинцовую копию Мальтийского креста Уникальную вещь В квартире Шверков Сыщики обнаружили Следы крови Беспорядок И условные знаки При помощи которых Воры сообщают подельникам Что в доме никого нет Соседка из своего окна Видела в квартире Шверков Неизвестного пожилого мужчину С усами Цибин адрес дал Какой Цибин? Яков Цибин Директор Невермага Мы с ним С первого класса За одной партой сидели Ну после зоны Он меня поднял Он работу дал Он коллекционирует Там Тацкий всякий Антиквар Что-то такое Хата Сказал Пустая Нижа будет стоять Медальон там надо было взять Крест какой-то Перед допросом Цибина Сыщики опросили коллег Ирины Шверк Во-первых Выяснилось Что ни в какой санаторий В Гаграх Она не собиралась И об этом не упоминала Во-вторых Про форк Яна Скичко Вспомнила Что незадолго до исчезновения Шверк приносила на работу Какое-то старинное украшение Вроде бы От прабабушки Пыталась выяснить Его стоимость Скичко Показали свинцовую Отливку медальона Она узнала его Без колебаний И добавила Помог оценить вещичку Директор ЦУМа Вернувшись Я доложил Цыпину Я и О том Что Обокрась квартиру Не получилось Цыпин расстроился Директор ЦУМа Яков Цыпин Все показания Своего школьного друга Отрицал Не знаю Ворон может и хороший Только вот Сука редкая Значит Квартиру Шверк Вы не заказывали? Ой Я вас умоляю Что я там не видел? Ковьер на стене Чехрусталь Не смешите людей Они меня знают И оно потом Мне надо Чтобы лезть до нее На квартиру Как насчет Золотого медальона Крест мальтийский Подарок Павлу Первому Она вам его Не показывала? Вы не хотели Его у нее купить? Не Не Ця все таки была Да Она ее показала Вот цену Она такое написала Что мама плачет Да Конечно Молодой человек Вы себе уже нарисовали Цыпин Старый дурак Барыга Решил ограбить даму А статус Я антиквар Коллекционер И живу в рамках закона Антиквар Антиквар Наводку вору не давали Медальон в руках не держали Вы еще скажите Что шверк не знаете Шверк знаю Она у меня работает Медальон видел Да А все остальное не я Ничего не знаю Не видел И потом Имею интерес С вами сейчас Поехать к себе на домой Шукайте Шукайте А то я ваших знаю Судьи, прокуроры Постановление Я директор ЦУМа Это вам не быстро Как раз Наоборот Учитывая обстоятельства дела И исключительную ценность Медальона Прошу Шо мы тогда сидим Поехали Да Веселкова слушаю Водитель такси Павлюк Пришел в сознание Да Да Выезжаем Спасибо Сыщики встретились С Родионом Павлюком В отделении Неотложной помощи Как сказали врачи Травма оказалась Не столь значительной Как предполагали Изначально Надеюсь Память-то не отшибла Как у доцента Помните Что произошло Что же не помните Помню Таксист рассказал 30 октября Рано утром Его тормознул На Карла Маркса Пожилой мужчина Плюхнулся на заднее Все нормально Ехали Общались А на светофоре Остановились Он мне как Бац По голове Очнулся уже здесь Да вот и вся история Этот 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 Да я только вот Главное Понять не могу Зачем Деньги Так у меня Выручки еще не было А мои Он не взял Так значит Ничего не пропало Ну как Ничего У меня в машине На торпеде Я зажигалку Оставил Зипа Батя С войны Притащил Это В память О встрече На Эльбе Мужики Ну Найдете Верните А Она такая Желтая С такими Квадратными Цифрами 69 Это Номер дивизии Американской Ну Сначала Мы вашего Пассажира Найдем А вы выздоравливаете Спасибо Спасибо Женя Ты сейчас Дуй к Цыпину Переверни там Все вверх дном Потом обратно Ко мне А я тебе Эксперта пришлю Угу Обыск В квартире Цыпина Ничего не дал Возможно Для АБХСС Сокровища Директора ЦУМа И представляли интерес Но мальтийского Медальона Там не было С экспертизами Было куда Интереснее Отпечаток Пальца На козырьке Фуражки Таксиста Совпал с найденным В квартире Шверков Оттуда же была и веревка Эксперты Идентифицировали волокна Белые и голубые нити На уровне груди Одинаковые по составу Материал И разный цвет Эксперты предположили Что они были выдраны Из десантной тельняшки Форменной одежды ВДВ Именно из десантной А не из флотской ВМФ носили Темно-синюю тельняшку Здесь выводы экспертов Были единодушны Вокруг еще одного вещдока Найденного в мусорном ведре В квартире Шверков В группе Веселкова Разгорелся ожесточенный спор Дмитрий Андреевич Я же говорил вам Что в ведре был Настоящий ялтинский лук А бывает не настоящий Представьте, бывает Обычный лук Подкрашивают марганцовкой Ялтинский-то дороже Вот и подделывают Найденный в квартире Убитых лук Растет лишь в нескольких Селах в районе Ялты Оползневом, Пушкино, Малом Маяке И за прудном Так что наш убийца Оттуда Ну знаешь Он мог и по дороге Его купить На трассе Этого лука валом Шверки Могли из Крыма привезти Они там в июле были Вот В том-то и дело А ялтинский лук Хранится всего лишь Три месяца Потом либо гниет Либо прорастает А этот свежий Ну и что Мог кто-то в октябре Ехать в Днепропетровске И купил по дороге Опять вынужден С вами не согласиться Вероятнее всего Это домашние запасы Из погреба Вот, смотрите На корнях лука Обнаружены следы почвы А немытый лук На продажу Не выставляют Ну и что будем делать Ты же сам понимаешь Что этот Твой лук Не вещдок Так Слезы А что нам остается Будем копать дальше Ялтинский лук Домашний Из погреба Наталкивал сыщиков На предположение О том Что убийца Проживает В районе Ялты Кроме того Опираясь на показания Свидетелей Фоторобот И возможный факт Службы ВДВ Дмитрий Веселков Составил запрос В военкоматы Крыма Мужчине Было около 60 Наверняка Он числился В списках Военнообязанных А кроме того В списке Ветеранов войны Несколько дней Ушло на уточнение Информации Затем Из Алуштинского Раевоенкомата Пришел список Мужчин Подходящего возраста Служивших В ВДВ Вторым В списке Из четырех Человек Был Иван Захаров Из Запрудного Его фото Было очень похоже На фоторобот Умбийцы Значит Ивана Ильича Дома нет Нет Папа вышел А что случилось-то? Просто проверяем Одну информацию А вы не могли бы Показать нам Его комнату? О Нет Вы что? Он туда никого не пускает Вчера внучка Его любимая В прятки играла там Залезла в шкаф Что-то там сломала ему Так нам всем досталось Так кричал Так Вы уже дождитесь его Я вам сейчас чайку сделаю Хорошо? Вот пепельница Зажигалка Курите Квадратные цифры Это он А куда вы говорите Он пошел? Так сегодня день Приема бутылок От шампанского Их редко принимают Так он собрал их В рюкзак и пошел А да А потом он еще хотел С другом встретиться Однополчанин его нашел Представляете Они с войной не виделись А где вы сейчас Принимаете стеклотару? Так на Фрунзенском На объездной Пункт приема При магазине Сок и воду Ты здесь Вызывай подмогу А я с коллегами Съезжу Сока попью Угу Спасибо Спасибо Приветствую, Игорь Петрович Здравствуйте, Игорь Петрович Приветствую По нашей информации Этот человек Сегодня должен был быть у вас Да вы что, граждане начальники У меня сегодня пол Крыма в очереди было Как в Мавзолее Шампань сдавали Правда, упомнишь? А вы постарайтесь Я извиняюсь А вы сами то Каковский будете Вот товарищи Игоря Хмару Сержанта нашего Я знаю А вы что это меня расспрашиваете? Следователь прокуратуры Веселков Дмитрий Андреевич Извиняйте Работа волчьего Огрызаюсь Был ваш клиент И не один По словам приемщика Мужчина, похожий на Захарова Сдал большой рюкзак бутылок После достал из кармана бутылку портвейна Тут же ее вскрыл И с другом Тоже пожилым мужчиной Явно пошли распевать Куда? А, так тут рядом сквер есть Вот они там постоянно и кучкуются Позвольте вмешаться Может и там Но не сегодня Не в обиду будет сказано товарищу сержанту День милиции на носу Но они шмонают алкашей Семенович На праздник зарабатывают Попридержи язык А то в мелишь тут всякое при товарище А это что? Для помочь? В кино они пошли бухать Темно, тепло и мухи не кусают Рядышком же вот как раз ударник Клуб с кинопоказом Понятно, спасибо Хмара, пошли Билетерша кинотеатра подтвердила Мужчины взяли билеты на последний ряд Из зала не выходили Веселков решил осторожно проникнуть в зал Под видом запоздавшего зрителя Сдал, падла Это о чем? Стоять, стоять, стоять Спокойно пистолет опустил Не дури, отпусти женщину Надо поговорить Наговорился уже с вашим братом Где там второй? В зал зашел второй Пистолет опустили и прокуты освободили А то я мозги вышибу Не стреляй Скорой сюда, быстро Да какая скорая? Наповал их Убитым оказался Степан Павлович Шептун Ранее судимый из числа лесных братьев Которых советская власть считала пособниками фашистов Шептун попался в Литве в 49-м Получил 20 лет Вышел немногим раньше по амнистии Последние полгода работал в порту Евпатории У Шептуна во внутреннем кармане Сыщики обнаружили сверток А в нем вот это Тот самый мальтийский медальон-мощевик А вот находки из дома Шептуна В Евпатории Американские доллары, навигационные карты, приборы в отдельном мешочке Старинные вещи Жемчужная панагия 17-го века Перстень с изумрудом Алмазная диадема Все эти вещи из числа пропавших в 41-м году предметов экспозиции Харьковского музея Свет на тайну исчезнувших шедевров мог пролить Захаров Врачи боролись за его жизнь Шептун, мой старый подельник В октябре 41-го встретились Меня, свежеиспеченного офицера, десантника Определили в состав конвоя Приказали вывезти из Харькова несколько ящиков С музейными ценностями Странное дело Ведь по инструкции этим должно заниматься совсем другое ведомство Какие инструкции! Немец! Немец на пятки наступал Да и мы не знали, что в ящиках Пока юнкерсы не налетели Колонну разбомбили немцы Захаров и Шептун остались единственными, кто был относительно цел и мог идти Вокруг ад Кишки в пелемешку с жемчугом Стоны, крик Шептун как увидел, что мы везем Так сразу с катушки и слетел Захаров и Шептун собрали уцелевшие ценности в один ящик Добили раненых бойцов Договорились вместе закопать сокровища Переждать, пока все не успокоится А потом вернуться и выкопать А потом пошли кровью повязанные В багажнике такси, оставленного в лесу, обнаружены два трупа Молодая женщина и ребенок умерли от асфиксии На месте преступления найден ученический билет на имя Олега Шверка Незадолго до страшной находки к следователю приходил искусствовед Василий Машков Он рассказал, как застал Олега, который пытался отлить свинцовую копию Мальтийского креста Уникальную вещь Соседи Шверков не видели мать и сына уже несколько дней Сыщики выходят на Ивана Захарова Ветерана войны, который в 41-м году Во время отступления советской армии из Харькова Похитил музейные ценности, приготовленные для эвакуации Ну, ящик, конечно, спрятали Потом мы несколько дней проверялись на восток А потом из-за раны Шептуна остались в одном из сел Харьковщины А потом немцы появились Я пошел за дровами и видел, как его взяли и повели Ну и подумал Вот и все Один я Когда к тайнику вернулись? В 46-м После дембеля Все на месте Мы с одержимым ящиком накрепко запомнили Ну вот и подумал Раз все на месте Значит, кореш пропал Из-за болезни легких Захаров перебрался в Крым Работал в совхозе, помогал растить внучку Ничто не предвещало беды, пока в один из дней не появился Шептун Ну, здоров десентура Ты? Знал? Я думал Я думал, что тебя Давай, садись Садись, садись, садись У нас тут в Крыму такие вины Это да Это да Дочка дома? А ты откуда про нее узнал? Да я все знаю Все помню Ну, давай Давай, рассказывай Шептун рассказал, что попал в плен, чтобы не умереть в лагере Согласился работать на немцев Служил в полиции В 44-м прибился к отряду лесных братьев После войны его поймали и осудили на 20 лет Да это ничего Узнали бы про наш конвой Вышка О, Оленька Здравствуйте Здравствуйте Это здесь Степа Мы с папой воевали Да? Да Я про его геройство такое могу рассказать? Сядь, сядь Пап, а что вы без закуски? Давай я что-нибудь принесу, да? Давай, доча, давай, давай, давай Да ты успокойся О, огурчики Давай, давай, доча Лучок, наш крымский Ага Сейчас еще картошечку, хорошо? Давай, давай, доча, давай Ну, давай Горячая картошечка О, картошечка Лучше расскажите, как вам папу удалось найти? О, это целая история Шептун нашел Захарова через красную звезду Дескать, ищу офицера-десантника Такой-то части, спасшего меня от немцев Затем уточнил информацию через местную ветеранскую организацию Поиск занял несколько лет Еще пару месяцев Шептун следил за старым подельником Когда встретился, потребовал свою долю Жемчужную панагию, диадему Все, что было найдено в его доме И мальтийский медальон Все вещи компактные С большим количеством драгоценных металлов и камней Шептун до войны прошел 9-месячную подготовку В летной школе Планировал угнать самолет И улететь в Турцию После того, как Шептун потребовал свою долю Захаров при первой возможности заглянул в тайник И пришел в ужас Медальона не было Сначала мужчина впал в панику Потом присмотрелся внимательнее к деталям На газете, постеленной на полке комода, виднелся след детской обуви Дашка! Что ж ты наделала? Мне нужно капельницу поменять Внучка моя Дашка В прятки играла Ну и схоронилась в шкафу Там и нашла тайник И как вообще медальон оказался у Шверка в Днепропетровске? Так она же с этим пацаном Шверком-то и играла То в прятки, то в принцев Вот и взяла паврикушку Принцессу изображала А откуда Шверки у вас появились? В отпуск приехали Летнюю кухню им вставал И мальчишка по привычке решил Красивую вещицу стырить Так вот как оказался медальон Ушверков Я отдал подельнику все, что было И попросил подождать Чтоб он зартащил сначала Ну а потом согласился Сказал две недели А иначе семье не жить И вы решили убить другую семью, только б не вашу? Да не хотел я их убивать Никогда Я думал, миром все выйдет Но не получилось Захаров знал, из какого города приехали Шверки И даже помнил улицу Когда селил семью, смотрел в паспорт Ирины Дворовые мальчишки помогли найти ему точный адрес Держи Слушайте, пацаны Они, знаете, вот такого пацаненка Такого вот расточка Волосы такие светлые, прямые Глаза большие и ресницы такие А? Такой только Олежка Шверк Точно, точно Шверк, Олег А где мне его найти? После того, как Захаров проник в квартиру Шверков Он привязал мальчика к стулу и заклеил ему рот Быстро обыскал комнаты Сусей Сусей Игорь Я сейчас сниму пластырь, а ты обещаешь не кричать. Хорошо? Угу. Где медальон, который ты украл у моей внучки? Я не знаю, честно, я пионер. Врешь? Нет, нет, дяденька. Врешь, я сказал. Он у мамы точно, а мама на работе. Это она? Врешь, сынок, что произошло? Я заставил Иру позвонить на работу и взять отпуск за свой счет и написать записку, мол, Зина, отдай ему, что в моем столе. Я потом расскажу. Зачем? Потянуть время? Ну да. Если бы у меня вышел трюк с машины, вы бы их долго искали, как пропавших. Как убили? Убить ножом Захаров не решился. Вообще долго не мог сделать последний шаг. Потом воспользовался пакетами, надел их на головы жертв, подождал, пока пройдут конвульсии, начал готовить эвакуацию. У меня машины своей нет. Угонять не умею. Значит, такси. Поймал одного. Вижу. Удача. Парень на смену только заступил. Значит, долго искать не будут. И вы попытались убить его? Оглушить. А что, он мертв? Нет? Ну, это хорошо. Я не убийца, я только защищался. Ну, потом этих. В багажник. Ну, и поехал. Как медальон забирали? Ну, мне пришлось поехать в ЦУМ. Показал записку и спокойно забрал пакет с медальоном. Так ведь риск. У меня-то дружков не было. А потом, если бы искали, так что? Надвинул фуражку и всех делов. А потом выехал в лес, думал, поджечь машину. Так не судьба. Засекли. Ну, я ее деру. И домой. Мальтийский крест вновь был в руках Захарова. Он спокойно вернулся в Крым и, как и договаривались, вышел на связь с Шептуном. Условились встретиться после праздников. Шептун выбрал место встречи клуб «Ударник». Веселков подозревал, что неспроста. Темное и немноголюдное место прекрасно подходило Шептуну для того, чтобы забрать ценности и избавиться от Захарова. Опасный свидетель ему был не нужен. В конце концов, почти так и вышло. От полученного ранения Захаров умер в больнице, не дожив до суда. Где прячет остальные ценности, так и не сказал. В 90-м году его внучка, стюардесса круизного лайнера, сбежала с корабля и попросила политического убежища в Италии. А в 93-м побывала в Крыму вновь. После чего внезапно разбогатела и сейчас содержит гостиницу и сеть кафе в Риме.